В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Сегодня отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Когда орган расположен нетипично, и тут приходится уже его поискать. Будет ли закрыто и законсервировано, как сейчас обстоят дела, созданием Дома культуры в поселке Совхоза имени Ленина? Никакого проекта капитального ремонта нет. Фотоделу все возрасты покорны. В историко-культурном центре работает фотокружок для пожилых людей. Я раньше этим фотоаппаратом не занимался, но так вот Владимир Степанович рассказывает, очень интересно послушать. 29 октября свой профессиональный праздник отмечают врачи ультразвуковой диагностики. Сегодня это один из наиболее безопасных и доступных диагностических методов. Как добывают информацию на первом этапе обследования, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Полная тишина и приглушенный свет – самые верные друзья врача ультразвуковой диагностики. От того, насколько правильно будет прочитано темное пятно на экране, зависит дальнейшая схема лечения пациента. Тишина, понятно для чего. Темнота, потому что мы смотрим на экран, и, конечно, свет будет мешать. И так картинка черно-белая, и, конечно, при чуть-чуть приглушенном свете, конечно, лучше видно. Ультразвуковое исследование дает врачам информацию о текущем состоянии здоровья пациента. Спектр обращений широк. Бывают порой и довольно интересные случаи. В основном, конечно, узи органов брюшной полости, забрюшинного пространства. Также актуально очень исследование сосудистой системы, потому что участились случаи раннего атеросклероза, тромбоэмболии, когда орган расположен нетипично, и тут приходится уже его поискать. Тут и стои, и лежа, и так. И вот интересно. Получить талон на ультразвуковое исследование может каждый. Открыть тайные двери своего здоровья решила я. Постоянная головная боль или головокружение – тоже весомый повод для обращения в кабинет ультразвуковой диагностики. Исследование сосудов шеи поможет терапевту или неврологу поставить диагноз. Ультразвуковое исследование сосудов оценивает сам ход сосудов, правильный ли он, прямолинейный, на наличие каких-то извитостей, перегибов. Сегодня область применения ультразвукового исследования уже практически безгранична. Но с каждым годом открываются все новые возможности этого метода. Галина Жекова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В начале года в Доме культуры поселку совхоза имени Ленина под видом ремонта начались строительные работы. Были демонтированы электрические щиты и оборудование для отопления здания. Вскрыты полы в ряде помещений, разрушено несколько стен. Два месяца назад все работы неожиданно были остановлены. А сейчас главный арендатор муниципальный центр культуры получил извещение о том, что здание ДК консервируется и вход на его территорию будет ограничен. Подробнее о сложившейся ситуации узнаем у Максима Козлова. Сейчас на эти помещения, что называется, без слез не взглянешь. В начале года здесь начался ремонт. Муниципальный центр культуры арендует у ЗАУ совхоз имени Ленина здание ДК уже много лет. Но в конце 2020 года к муниципалам обратился бывший директор акционерного общества Павел Грудинин с требованием покинуть помещение. Никакого проекта капитального ремонта нет. На наши многочисленные обращения и письменные, и устные в ЗАУ совхоз имени Ленина, к начальнику отдела капитального строительства представить проект капитального ремонта для понимания, что будет делаться и как делаться, ответа мы не получили. Представьте, что вы арендовали квартиру, а собственник приходит и говорит, а все, теперь я ремонт начинаю, жить ты здесь не будешь, потому что будет тебе ежедневный здесь ремонт. И вообще вещи свои забери, отсюда собрал и вышел вон. Вот примерно так же происходит ЗАУ совхоз имени Ленина. Несколько судов доказали, что Центр культуры находится в здании на законных основаниях, но с арендатором никто ничего согласовывать так и не стал. Телеканал Видное ТВ следил за развитием событий. Когда-то красивый и ухоженный Центр культуры поселка совхоза имени Ленина в один день превратился в строительные руины без предупреждения. Рабочие приехали и начали ломать пол, вырезать трубы, с петель срезать двери. Псевдоремонт затронул самые важные коммуникации здания, электричество, отопление, противопожарные системы. Но внезапно запал у работников закончился. В течение июля и августа месяца работы велись ни шатка, ни валка. То есть были недели, когда вообще никто не приходил и ничего не делал. 1 августа сломали плитку в музее клоунов. И начиная с 1 сентября практически все работы заморожены. Сейчас работников Муниципального Центра культуры в здание не пускают, но иногда они все же проходят в него по служебной необходимости и с болью в сердце смотрят на то, во что превратился ДК. Вот смотри. Видишь, выдрали все коммуникации. На протяжении двух месяцев в здании не велись никакие работы, что только подтверждало худшие опасения сотрудников Муниципального Центра культуры. Надо быть четко понимать, что, видимо, цель этого так называемого капитального ремонта, про который говорит Грудинин, было именно вывести здание Дома культуры из возможности использования детьми и жителями Ленинского городского округа. Подтверждает эти слова и письмо, направленное директору Муниципального Центра культуры, где указывается, что здание ДК будет законсервировано и опечатано, а доступ в него будет ограничен. Хочется надеяться, что это не окончание истории Дома культуры. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Представители торгово-промышленной палаты организовали уличный праздник для детей под названием «Твори добро». О том, как прошло мероприятие, расскажет Дмитрий Книга. На обновленной детской площадке, что недавно появилось между Домами 60 и 62 по проспекту Ленинского комсомола, состоялось мероприятие для детей. Организаторы в лице представителей торгово-промышленной палаты округа подготовили развлекательную программу, которую провел клоун Алекс. Готовы? Руб, молодцы! Побежали, ловим, пробегаем! Дети участвовали в подвижных и развивающих играх, а также соревновались в конкурсах и выигрывали поощрительные призы. Очень замечательная площадка, очень много лавочек было поставлено, элементы игровые стоят, горка очень красивая. Все, что здесь сделано, оно было сделано по просьбам жителям, непосредственно с ними общались на эту тему. И вот то, что сейчас здесь, это именно те пожелания, которые высказывали жители. За отдельным столом ребята могли сделать себе на память фигурки из бумаги. Мастер-класс по рукоделию проводили студенты и преподаватели Московского регионального социально-экономического института. Мы делаем открытки на Хэллоуин, проводим разные игры. Просто привлекаем детей, чтобы им было весело. Подобные дворовые праздники стали традиционными и проходят под лозунгом «Твори добро». Родители вместе с детьми с удовольствием посещают игровые площадки и уходят домой с зарядом хорошего настроения. Праздник – это всегда хорошо. Особенно прекрасно, что этот праздник организован, я так понимаю, предпринимателями. Отрадно видеть, что у нас в городе такой социально ответственный бизнес. И, как говорится, детских площадок много не бывает. Мне очень понравилось. Спасибо тем, кто это все устроил. Мне понравился Клоу. Мне вот это все очень понравилось. И вот чтобы такого было побольше. Все участники праздника получили в подарок воздушные шары. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Вот уже несколько месяцев на базе историко-культурного центра работает фотокружок для пожилых людей. Проект был создан в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Наш корреспондент Юлия Пагасьян побывала на одной из лекций, чтобы узнать, чем пенсионеров привлекает занятие фотографией. Фотоаппарат во времена молодости участников программы «Активное долголетие» был доступен далеко не каждому. Однако интерес к этому виду творчества был у многих. Сейчас, когда и свободного времени достаточно, и фотография стала доступнее, участники кружка с удовольствием встречаются, чтобы развивать свое хобби. Человек на пенсии не работает. Где пообщаться? Вот приходится или с командой общаться, и вот с ребятами общаться. Мы же все выставки делаем, вот помогаем Володе, так сказать. Ну а как по-другому? Ну и какого опыта набираемся, так сказать. Хотя у меня есть тоже цифровой, так сказать, но это, как говорится, на дурака рассчитаны. А профессиональный, конечно, это тяжело. Фотокружок при историко-культурном центре был создан совсем недавно. Это лишь второе занятие его учеников. Ведет курс краевед и профессиональный фотограф Владимир Меньшов. Встречи проходят два раза в месяц и доступны всем участникам губернаторской программы «Активное долголетие». Сейчас почти только ленивый не фотографирует. Если раньше только смена нужна была для того, чтобы снимать, а сейчас можно любым телефоном снимать. Но для того, чтобы снимать любым телефоном, и чтобы фотография осталась на память и еще приносила что-то хорошее, нужно, как бы сказать, почувствовать кадр и знать некие законы вот этого кадра. Первое занятие было посвящено введению в историю искусства. На этой встрече участники кружка разбирались в видах и моделях фотоаппаратов. Прежде всего фотоаппарат – это, как сказать, оптико-технический и электронный прибор на сегодняшний день. Вот так звучит. Раньше он назывался просто оптико-механический, а сейчас оптико-механический и еще электронный, поскольку вошла в моду цифровая фотография, то есть она заменила аналог, аналоговую фотографию. Я раньше этим фотоаппаратом не занимался, но так вот Владимир Степанович рассказывает, очень интересно послушать. Познавать всегда очень интересно. И даже если что-то знаешь, а другого черпаешь еще больше. Пока в кружке участников немного, но руководитель направления надеется, что команда расширится, ведь в планах разнообразная и обширная программа. Выезжать на съемки и практиковать полученные знания. А следующее занятие будет посвящено изучению принципов построения композиции. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»